Привет! Я с вами давным-давно уже пытаюсь закрыть те темы, которые я начал несколько лет даже назад и все никак не доведу до конца. Я заметил то, что есть хорошее видео, в котором я начал говорить о требованиях к системному администратору и затем остановился и больше ничего не рассказывал, кроме аппаратной части. Я предлагаю этот плейлист на этой неделе постараться завершить. Сегодня будем говорить о том, что должен знать системный администратор с точки зрения операционных систем. Разобьем эту вообще часть про операционные системы на две половинки. Ну и заодно вспомним, как мы ко всему этому подходили, потому что реально первая часть видео уже два года. Но там все все равно актуально. Напомню, что мы с вами говорим именно о системных администраторах, тех, которые админят малые, большие и средние офисы. То есть те админы, которые поддерживают какого-либо размера корпоративную сеть. По девопсам будет у нас под завершение отдельный один или два ролика. Опять же напомню то, что главное, чтобы был этот адекватный и обучаемый человек. Тем не менее, если вдруг кто-то решит стать системным администратором или думать, куда ему развиваться, мы его сейчас ознакомим с тем, что он должен знать. Значит, я условно разбил области, в которых должна разбираться система администратора, на область с железом, с аппаратной частью, это прошлое видео, на операционные системы, затем все, что связано с программным обеспечением, затем отдельно я выделил сети, хотя, конечно, тут все немножко пересекается, и отдельно некие специальные знания, о которых также будем говорить. Теперь говорим о тех уровнях специалистов, какие у нас бывают. Значит, прежде всего у нас с вами есть какой-то иникей, это может быть кто-нибудь из первой линии технической поддержки, это админ на побегушках, админ небольшого офиса, который получает небольшие деньги, много геморроид, цена, это такое начало карьеры. Затем у нас есть полноценный системный администратор, это уже вторая линия технической поддержки, он может администрировать средние, иногда крупные сети, разбирается в принципе в концепциях построения каких-то информационных систем, может работать со специальными инструментами. В некоторых случаях это может быть какой-нибудь начальник системных администраторов. И у нас отдельно есть специалист высокого уровня, которого я в принципе не знаю, как назвать, потому что из системного администратора можно вырасти в совершенно разные направления. Можно быть каким-нибудь тимлидом, можно быть руководителем IT-отдела, который работает непосредственно с бизнесом, можно быть системным архитектором, то есть тут вообще куча сфер, в которой можно развиться, в которой можно вырасти. Это уже человек, который является таким высоким уровнем специалистом и получает хорошие деньги. И теперь то, о чем будем говорить сегодня, это операционные системы. Есть отдельный курс операционной системы на сотню часов. Мы сейчас в рамках данного видео должны с вами проговорить одну вещь, то, что операционная система у нас это прослойка между аппаратной частью с одной стороны и программным обеспечением и пользователем с другой стороны. То есть пользователь взаимодействует с железом, с материнской платой, с процессором через операционную систему или может он обращаться к программному обеспечению. Программное обеспечение в свою очередь через операционную систему точно так же работает с железом. То есть мы говорим о том, что операционная система это прослойка между материнской платой, грубо говоря, и железками, программным обеспечением и пользователем. Глубже о функциях, что она умеет делать, ее составные части мы рассматривать не будем. Итак, сейчас у нас с вами будет этот долгий слайд, в котором мы будем, в принципе, очерчивать круг операционных систем, с которыми должен быть знаком наш системный администратор. Значит, если говорить о начальном уровне, Nikkei, вот у нас самая первая строчка, это в любом случае знакомство со всеми Windows, какие у нас есть на сегодняшний день, начиная от XP, кончая Windows 10 и разбираться, что у нас есть десятка различных релизов, какая-нибудь там 16.10, 17.04 и так далее, год и месяц, соответственно. Что именно должен делать администратор в этих операционных системах, это у нас будет следующее видео. Сейчас мы именно очерчиваем круг операционных систем, с которыми нужно быть знакомым. Значит, затем у нас это с вами Mac OS операционная система, потому что у нас полно уже сейчас всяких MacBook'ов, iMac'ов и так далее. Mac OS сервер я сюда не буду добавлять, я не знаю, кто его и зачем, и где использует, я не встречал, не знаю, зачем он может пригодиться. Поэтому говорим, что это только Mac OS для обычных каких-то десктопов, ноутбуков и так далее. Затем у нас это операционные системы для мобильных устройств, это всякие iPhone, iPad'ы, смартфоны и так далее. Админ должен уметь их настраивать, хотя бы базовые вещи, настроить почту, подключить к сети и так далее. И отдельно я сюда выделил, вы видите, три последних иконочки у нас, это операционные системы каких-то уже устройств, которые встречаются у нас в малом офисе. Это могут быть какие-то МФУ, печатающие устройства, маршрутизаторы, точки доступа, сетевые хранилища, все что угодно. В принципе, у них у всех есть то, что раньше было прошивкой, сейчас, как правило, это уже полноценная операционная система с большим количеством функций, с разными интерфейсами, которые настраиваются, которые имеют очень много хитрых различных возможностей. Это тоже все-таки операционные системы. Мы здесь не говорим о том, что нужно уметь настраивать какие-то цискокоммутаторы очень умные или уметь настраивать какое-нибудь сетевое хранилище огромное или какой-нибудь сан. Мы говорим о простых таких железочках, которые часто встречаются в офисе. То есть часто у нас нет денег на файловый сервер, покупается какая-нибудь коробка с жесткими дисками, у нее есть своя операционная система, нам нужно ее настроить. Точно так же есть, как правило, Wi-Fi-машрутизатор, чтобы не бросать сеть попу. И есть какие-то принтеры, которым, может быть, нужно настроить сетевую печать или какое-нибудь сохранение от сканированного документа в сетевой папке. Это то, что должен уметь делать админ. Точнее, тот перечень операционных систем, с которыми админ должен быть знаком. Дальше у нас идет с вами уже настоящий системный администратор. У него в дополнение к Nikkei появляются некоторые новые навыки. По сути, он уже, я добавил ему отдельное, видите, знакомство с Linux, но, конечно, хороший Nikkei должен уметь понимать, куда вообще тыкать в каких-то базовых графических средах основных Linux. Тем не менее, на этом слайде я Nikkei пожалел и знания Linux у них не требую, не перенес это знание к системному администратору. Но системный администратор, если говорить о том перечне операционных систем, в дополнение к Nikkei должен еще уметь настраивать глубже серверы и рабочие станции. Опять же, мы что именно должен настраивать системный администратор, будем это обсуждать в следующем видео. Тем не менее, нужно понимать то, что здесь более тонкие уже нюансы знания серверных версий операционных систем. Кроме того, знание Linux, опять же, становится все более актуальным, так как у нас государственные учреждения переходят сейчас на Linux активно. Тут нужно быть так в некотором роде спокойным, в том плане, что в первую очередь переводятся рабочие станции, пока не серверы. То есть серверы пока не сильно трогают, но уже десктопы начали переводить на Linux и довольно-таки активно. Далее, так как у нас сейчас уже 2018 год и у нас активно вообще используются различные среды виртуализации, нужно разбираться в, грубо говоря, гипервизорах, то есть в различных системах виртуализации операционных систем. У меня здесь иконка VMware, но это не обязательно VMware, это может быть Proxmos, это может быть Microsoft Hyper-V, то есть то, что мы ставим на железо, и затем в этом создаем виртуальные машины с их виртуальными операционными системами. Далее у меня иконочка все, что связано с облаками. Это может быть какой-нибудь Microsoft Azure, Selectail-овские облака и так далее, то есть, опять же, интерфейс, в котором мы должны разбираться для того, чтобы создавать там свои виртуальные сети, виртуальные машины, вообще виртуальную IT-инфраструктуру. Разница между облаком и виртуализацией в данном случае то, что виртуализация через гипервизор, это когда у нас есть доступ к аппаратной части, и мы сами там все рулим. Облако это у нас, аппаратная часть от нас абстрагирована, имеем только доступ к интерфейсу создания виртуальных машин. Но и в том, в другом случае это просто знакомство с операционными системами, их средствами, которые позволяют нам создавать эти виртуальные и облачные среды. И отдельно я сюда вынес еще, ну, иконочку у меня керрио родная, но вообще это операционные системы для серверов с прикладной ролью. Это может быть тот же самый керрио с для создания какого-нибудь корпоративного фаервола, корпоративного VPN-сервера, это может быть фринанс для создания сетевого хранилища, но, в общем-то, это уже такие узкоспециализированные операционные системы, которые используются в сетях каких-то средних и крупных офисов. Ну и третий этап, который у нас здесь есть, это уже наш специалист, опять же, у него начинается специализация. Тут могут начаться какие-то серьезные уже не Linux-ы, а какие-нибудь Unix-ы, Zen-ы, логические домены SANA для Spark-архитектуры, все что угодно, BSD, Solaris, то есть такие уже более сложные Unix-овые операционные системы, которые, как правило, привязаны к конкретной какой-то аппаратной части, которые, как правило, привязаны к какому-то корпоративному промышленному решению, что-нибудь связанное с IBM, 40, что-то такое тяжелое. Там, как правило, нет обычных архитектур микропроцессоров, тут есть своя специфика, свои нюансы. Дальше, если это у нас будет специалист в области какого-то сетевого администрирования, тут знание линейки Cisco, тут вообще очень такая неограниченная область, я в ней, опять же, подчеркнул, слабо разбираюсь, но тут тоже свои нюансы, у Cisco своя операционная система, в ней нужно разбираться. И, опять же, если у нас будет какой-нибудь специалист технический, который связан с какими-то сетями крупного масштаба, он должен иметь знакомиться с операционными системами, которые используются, допустим, в центрах обработки данных. Это такие операционные системы, которые рассматривают IT-инфраструктуру как единое целое. Например, это план 9 или какой-нибудь Power Hypervisor для IBM, или какая-нибудь Мезосфера для ЦОД. То есть такие серьезные операционные системы, и мы даже с вами потренироваться с ними толком не можем, потому что нам для этого нужно иметь достаточно мощное железо, и даже не просто железо, а целую сеть, целый ЦОД конкретный. Таким образом, мы сейчас с вами кратко подводим итог. AnyKey у нас должен уметь разбираться с компами, ноутбуками, мобилками и какими-то простенькими, слабенькими серваками, то есть настроить там рабочую группу какую-нибудь. Системный администратор – это уже специализация в области серверов, облаков, виртуализации, может быть, топологии сетей. И, наконец, наш специалист высокого уровня, он разбирается уже в каких-то брендовых технологиях, управлениях кластерами, центрами обработки данных, может выстроить системную архитектуру. Опять же, если говорить о DevOps, он плавает здесь где-то между вторым и третьим уровнем. DevOps тоже бывает разного уровня, но в целом, так как у них специфика немножко другая, я о них буду говорить в отдельном видео. Итак, я запишу все, что я перечислил на GitHub, как обычно, чтобы вы могли не на слух ориентироваться в тех загадочных названиях, которые я говорил, а так наглядно видеть, что происходит. Единственное, что я это сделаю, наверное, ближе к следующим выходным, через несколько дней, чтобы это все красиво структурировать в текст. Но в целом для операционных систем, для перечня операционных систем, мы с вами, я думаю, вопрос закрыли. Опять же, я об этом могу говорить, потому что я лет 10, у меня был в своей IT-аутсорсинге, я брал админов на работу, собеседовал админов, воспитывал админов, учил админов, я знаю, что нужно малому, среднему и даже иногда и крупному офису, поэтому можно на эти слайды смело сейчас ориентироваться. Вы вовсю дополняйте в комментариях, что вы думаете, если я не договорил, а в следующем видео я уже буду говорить о тех функциях операционных систем, с которыми должен быть знаком наш админ.